Здравствуйте! Это программа Бункер С и в студии ее ведущие. Александр Гутин, Денис Саров и я, Илья Табуев. Мы продолжаем обсуждать новости. В Самаре решили запретить шинный ЖКХ-арт во дворах. Администрации районов города получили особые рекомендации из мэрии. Связаны они с увлечением горожан использовать отработанные шины для благоустройства дворов. Из них делают клумбы и различные фигуры. Чиновники рекомендовали районным властям отказаться от использования шин для благоустройства цветников, спортивных и детских площадок, обустройства парковых. Все то, что есть во дворах, необходимо собрать и утилизировать. Вот такая вот новость. И у нас у всех назрел вопрос. Нафига? Это очень печальная новость, Илья. Я согласен, что она печальная. Нет, я все жду, когда будет новость звучать в Самаре. Решили разрешить. Что-то разрешить? Нет, разрешили собирать валежник в прошлом году. Но валежник это не в Самаре, это по-семестру. Федеральная новость. На самом деле, я думаю, что это народно творчество. И прежде чем что-то запрещать, нужно что-то предложить альтернативно. У нас чиновники, великие эстеты, просто вот превосходной степени. Они настолько культурно насыщены до напыщенности, что они не могут видеть этот вульгаризм. И вот это непотребство, наверное, как они считают, вот эти старые использованные покрышки в виде художественных архивов. Коллеги, а я знаете, как скажу? В виде лебедей. Мне кажется, просто администрация или мэрия решила наладить контакт с жителями без резины. У меня, это тоже. А у меня еще есть версия. Это как это? Незащищенный контакт. Да, да, да. Чиновников жителей. У меня еще есть версия. Там же лебеди, да? Лебеди. Да, и вот этот вот балет, танец маленький. Не, не только лебеди. Они, понимаете, наши люди используют вот эти формы и как некую такую ограду для клумб. Цветочки сажают. Еще что-то. Это буферная зона, отделяющая детские площадки, куда машины могут лежать. Газоны, детские площадки, скамеечки, где бабушки сидят. Кто-то кладет это плашмяк, кто-то вкапывает, но тем не менее это все-таки полезная функция. Машины не лезут куда не надо. Это написано, что вот в связи с чем? В связи с тем, что собираются или уже начали благоустраивать дворы. Кто-то это почувствовал? Нет. И вот о чем я и пытаюсь сказать, что, коллеги, ведь если отвергаешь, предлагай. Совершенно верно. То есть, уберите от объекта, мы поставим вопрос. Формулировка. Чиновники рекомендовали районным властям отказаться от использования шин для благоустройства. Ну, как будто районные власти раньше на таком официальном уровне использовали вот эти все средства для благоустройства. Нет, это было вольное народное творчество. Да, у меня новости для чиновников. Что будет вместо? Это инициатива не районных властей, это точно. Ну, в конце концов... Нет, а зрители, кстати, этим занимались и втыкали, там, вкапывали, использовали шины, именно потому, что зачастую от наших районных властей хрен что дождешься в ободримые сроки. И для этого нам понадобится две-два киндер-сюрприза и пластиковая бутылка. Совершенно верно. У нас первый раз, и клянусь, первый раз за много лет в нашем дворе покрасили бордюры. И стало хуже. Объясните, почему? Потому что бордюры, они местами просели, их не видно, и это стало виднее просто. После того, как просили, это стало просто в глаз просто бросать. Да, черным красить просто. Совершенно, да. Лучше поменяли бордюры, но нет, так нет. А все-таки, вот кроме того, что запрещать использовать, а еще собрать и утилизировать уже то, что есть, все-таки, если бы господа чиновники объяснили нам, что будет вместо. Самарцам предложили выбирать плейлисты для автобусов. Владимирский централ. Ветер северный. Этапом из Твери. Сло немерено. Лежит на сердце. Тяжкий груз. Владимирский централ. Ветер северный. Когда я банковал. Лежит разбенено. Но не очко обычно губит академицы Туз. Уникальную возможность получили пассажиры самарского транспорта. Горожане в Твиттере выразили недовольство музыкальным репертуаром в салонах. Как выбирается музыка, которая звучит в салонах? Почему сегодня это тюремный шансон посетовал один из жителей города-курорта? В ответ представитель перевозчика из Самара Автогаз заявил, что самарцы могут совместно с водителями голосовать за репертуар. И даже дает ссылку. Мне кажется, что если это произойдет и действительно можно будет выбирать репертуар для автобуса, то ровным счетом ничего не поменяется. Потому что, судя по рейтингам, радио с шансон, оно намного больше, чем, например, наше радио, где играет рок. Поэтому, ребят, ничего не произойдет. Вы будете все равно слушать тюремный замечательный шансон, к которому так привыкли наши... А поскольку это работает время, то скоро этот же репертуар, который сейчас типичен для радио-шансон, он скоро и на ретро-ФМ будет тоже как песни нашей старины. Нашей молодости. Ребята, я последний раз, когда ездил в общественном транспорте, я, честно говоря, вообще удивлен подобным выступлением, бунтом, что ли. Потому что все люди, большая часть, которые едут в общественном транспорте, они все едут в наушниках. Ну бабульки, бабулькам все не поставь, кроме Кобзона. Им без разницы. Но все едут со своими гаджетами уже. А главное не рэп вот этот ваш, вот это вот. И это тоже. А второй, можно эту всю систему, я понимаю, под чем они делают, а это все монетизируется. Это будет так. Эй, водитель, поставь мой компакт-диск. Раз. И заказ песни у водителя 100 рублей. И все. Понимаешь, как раньше. Я как диджей сразу судил. Да, раньше как в кафешках подошел, 100 рублей дал человеку. Двести, есть. Было дверь. Мэ-мэ-мэ-маркетинг. И все. И тут прям, и вот эта вот рука, я извиняюсь, ребят, и вот эта рука у газелиста, который, ну человек с такой рукой все время, который ездит, он ведь дальше так и продолжает. Вообще, я не знаю, зачем им надо капюшоны такие жесткие были делать, вот и туда вот в капюшон все едут. Лесоповал до конечной. Да, да, да. На косарь. На косарь. Прям и поехал прям красиво, понимаешь. Не, а тут еще можно предложить просто, чтобы маршрутка пела хором то, что ей надо. Так вот пришли, обсудили плейлист, согласовали, а теперь покажите свой класс. А можно, кстати, можно возить платных певцов там. Это тоже замечательно. Да, это дорого. Тогда почем будет проезд в такой маршрутке? Да ладно, нет, нет, ну платить. И куда его сажать? Вместо кондуктора. А там нет кондуктора. Заходите, а там сидит Николай Степанович Басков и исполняет какую-то песню. Нет, ежепоющий официант, это будет поющий кондуктор. Тогда пусть поющий водитель. Или поющий водитель, что тоже неплохо совершенно. С учетом их этнического происхождения, это будет такая, своеобразная музыка. Это мы все равно возвращаемся к тюремному шансону. Да. Ну, в общем, нам предложили выбор, значит... Ждем готовиться. Ждем готовиться. Уданным деваться. В Самаре на демократической дотла сгорела пивнушка. По словам очевидцев, магазин полыхал, как факел. Самарцы отреагировали на пожар с неприкрываемым злорадством. Если там люди не пострадали, то и ни капельки не жалко этот ларек. Пусть горят эти пивнухи и рюмочные синим пламенем. Уж слишком много их развелось, спаивают народ. Наверняка уж он алкашей, нервишки не выдержали и пустили красного петуха конкретно в эту пивнушку. Очень смешно. Ну, во-первых, когда горит чужая охота, это всегда весело. Смешно. Это интересно, это зрелищно. А во-вторых, ну, как бы алкашам ничего не стоит пройти в соседний дом и купить там. Благо пивнушек на каждом углу. Благо. И, а где это произошло? Это демократическая демократическая. Демократическая где-то в том районе на выезде горела. Нет, просто я хочу сказать, не так давно, опять же, тоже была новость неподалеку по Зое Космодемьянской, там, где кольцо, какой там Силена или Силена, вот. Там тоже на кольце сгорела, по-моему, тоже пивнушка. И тоже там дотла, и тоже все мощно. А не пивнушечные ли у нас воины, господа? Можно ли? Сначала сгорела одна пивнушка, потом ее хозяин узнал, откуда... Чувак застраховал пивнушку. Все просто. Нет, это надо знать, сеть ли, хозяин один или нет, или хозяева разные. Я говорю, это вот, знаете, сначала один одному сжег, а потом ответочку. Нет, на самом деле, действительно, вы знаете, я как человек... Ну, не жалко. Я человек, который приехал в Самару несколько лет тому назад, так получилось, я реально очень сильно удивлялся тому, что здесь, ну, прям вот, реально много. Я ничего против не имею, должно, наверное, где-то быть. При том, что местного жигулевского не найдешь, потому что в этих пивнушках продают все, что угодно. Да я не знаю, я человек не пьющий, но как бы... И зеленое какое-то, и красное. Ну, не важно что, не важно сколько. Ну, нет, коллеги, если вы пройдетесь по улицам Мюнхена или по другим городам, да, Западной Европы, количество пивных там тоже зашкаливает. Их там тоже большое количество. Слушай, я бывал, бывал. Вот они круглосуточно торгуют этим. Да нет, во-первых, там все... Это все исключительно из культуры питья. Намного культурнее, да. Там нет вот этих вот синих людей, которые там толпятся, там в Клачину берут вот эту вот... Баклажку. Соску, да, начиная там высасывать, разбавляя водкой там или какими-то там другими алкоголическими напитками. То есть там этого нет. Там люди сидят культурно, там едят баварские сосиски и выпивают две кружки. Это культура питья. Ребята, две кружки. Причем они могут это позволить себе делать каждый день и, естественно, не страдать от алкоголизма. Вот это количество пивных, которое сейчас просто атаковал наш город, нам плевать, сколько их будет. Больше их будет или меньше. Как наши алкаши мыкались по рюмочным, как они искали себя пробовать, так они его и найдут. А еще вот я уже говорил об этом, в нашем городе стало, я за это, хорошо ли это, плохо, очень много пекарен. Пекарен. Пекарен, ну просто реально, на каждом шагу эти пекарни, это, конечно, я не знаю. Знаешь, их открывают закодированные пивники, которые... Говорят, что в самарском зоопарке медведь, да, растолстел. Он ходит в соседнюю пекарню, наверное. На сдобе сидит. Нет, пивных много, одной больше, одной меньше, действительно, нам от этого... Надеюсь, все застраховано, как Саша сказал. Да, да, да. Если застрахован, он эти бабки вложит в новую пивнуху, и все пойдет по этому. Согласен, согласен. А если она не застрахована, то человеку еще придется... А может быть, у него горе, а мы злоразм. Нет, так может быть, он специально застраховал, чтобы... У нас же люди говорят, что вот спаивают народ и правильно говорят. У него, значит, до этого была радость на том, что у других было горе. Ну, где-то вот... Бумеранг! А на этом все. Это была программа Бункер С. И сегодня в студии были Александр Гутин. Всем пока. Денис Саров. Пока. И я, Илья Табуев. Мы откроем все двери. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok